Друзья, нам предстоит обсудить несколько важных вопросов, первый из них это последствия блокады для угольной отрасли ДНР, следующий вопрос это слушание в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США по вопросу России и Путина, следующий вопрос это статья Владимира Лепехина «Россия, право народа Донбасса на самоопределение», она имеет определенные идеологические посылы и у нас в студии будет специальный гость, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Константинович Шелудько, мы поговорим о 75-й годовщине начала войны, нападении на Советский Союз, поехали! Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами снова программа «Патриотическая позиция» и Евгений Орлов, Сергей Цыплаков и Мирослав Воденко, здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос, последствия блокады для угольной отрасли ДНР. Естественно, что та блокада, которая началась с декабря 2014 года, продолжается до настоящего времени, она имела целый ряд воздействий на экономику, на экономическую ситуацию нашего государства. Что касается именно угольной отрасли, то я знаю, ты, Евгений, как представитель комитета по промышленности, должен обладать последней информацией по этой теме. Да, мы очень часто говорим «Минск» и очень часто говорим о том, что действительно насущная, животрепещущая, обстрелы и так далее и тому подобное. Но палитра вот негативного влияния действий украинских властей, украинского бизнеса, она намного шире, и проанализировать этот комплекс, проанализировать возможности выхода из ситуации, но это действительно большая задача. Мы сегодня столкнулись с тем, что перед нами вызов, и я бы хотел теоретизировать на более высокий уровень, чем просто частности, и примерно вызов стоит в следующем. То есть изначально наш хозяйственный комплекс задумывался, строился, реализовывался в рамках большого единого хозяйственного комплекса Советского Союза. С планированием, с отраслевыми министерствами. И в результате предательства интересов 91-й год дал нам эту геополитическую катастрофу и фрагментацию, раздроблению Советского Союза. И буквально через пару лет началась деиндустриализация территорий. Эта деиндустриализация в том числе коснулась и угольной отрасли. Можно говорить о частностях, можно говорить о неумелом руководстве, можно называть фамилии, но в целом, я думаю, спустя определенное время все-таки будет очевидно, что все эти люди, которые причастны к этой деиндустриализации, причастны к закрытию шахт, так или иначе были лишь жертвами общего процесса. А общий процесс это при дроблении государства большого, при формировании более мелких государств, мельчает и промышленность. Мельчает и масштабность мышления руководителей. Это объективный процесс. То есть Украина стала меньше, ее промышленность стала меньше и деиндустриализация пошла. Вызовом сегодняшней ситуации является дальнейшее дробление территорий и, как следствие, дальнейшие вызовы, которые могут приводить к деиндустриализации в дальнейшем территории. То есть вопрос здесь, который хотелось бы обсудить, о моделях развития. Очень часто говорим о моделях развития. Возможно ли на небольшой территории значительно превалирование промышленного комплекса, причем тяжелой промышленности? Вот в этой связи и это необходимо анализировать. Об этом необходимо, нужно думать. То есть я хотел бы, дайте я закончу две минуты. То есть вот при определенных причинах... Спасибо, спасибо, Евгений. Дело в том, что две минуты – это достаточно длительное время. Я думаю, мы еще дадим возможность развернуть свой ответ в дальнейшем, в продолжении дискуссии. Дело в том, что есть сразу исходный небольшой такой вопрос, такое положение по, скажем так, логике, которая задана тобой изначально. То есть что вот было дробление территорий и здесь... То есть речь, я так понимаю, о Украине, да? Конечно. И на такой меньшей по размеру территории не нужно столько промышленности. С другой стороны, согласен. Это не волюнтаризм, не то, что не нужно. Объективные причины, да. Но с другой стороны, давай вспомним такой момент. Дело в том, что промышленность Юго-Востока Украины, бывшей Украины, она была завязана в принципе на Россию. То есть не все связи были порваны. И в принципе эти связи – это те, которые были еще с советского времени. То есть, собственно говоря, большинство промышленных предприятий Юго-Востока имело экономическую выгоду именно от торговли с Российской Федерацией. И это те старые советские наработанные связи, которые были в течение десятилетий складывались. То есть, значит, тут есть какой нюанс? Идет дробление территории с одной стороны, с другой стороны, там, где эти связи сохраняются или восстанавливаются, то эта промышленность востребована. Потому что она работает не только на Украину, но и на СНГ, грубо говоря. Вот, в принципе, такая модель, она работала. Сергей, как ты считаешь? Тут есть один момент. Вот мы когда говорим сейчас о сырьевой фактически, да, ну, или как производстве малого передела, да, ну, уголь, там, металл и так далее, то мы берем только часть проблемы. Ведь при отделении Украины, в первую очередь, удар пошел не на эту, не на эту отрасль. Да, какое-то количество шахт большое было закрыто и так далее. То есть, она тоже ужалась. Но ужалась полностью, практически до нуля, как раз высокотехнологичные отрасли, которые были на Украине, ну, наиболее плотно сконцентрированы, то есть, по всему Советскому Союзу. И мы не, когда говорим о том, что произошло с угольной и металлургической промышленностью при Украине, мы, как бы, основной пласт, основное, ну, оставляем за бортом. И Евгений правильно говорит, что сейчас, столкнувшись и с блокадой, и другие факторы более жестко действуют сейчас, кроме блокады, разрыв связей Приднепровско-Донецкого промышленного региона, бывшего там Украинской СССР. А кроме того, это же, ну, действиями Украины и ее покровителей просто блокируются наши экспортные возможности через, ну, непризнанность на текущий момент. Правильно? Я понимаю, да, вот еще один такой важный аспект. То есть, смотрите, то есть, говорили, да, о принципиальной разнице между плановой экономикой и рыночной экономикой Запада, да. Но, тем не менее, и там, и там были централизованные структуры, которые планировали бизнес и которые находили взаимосвязь. На Западе это большие корпорации, в советское время это госпланы и отраслевые министерства. И они так или иначе формировали большую структуру. Вот сегодня мы оказались в ситуации, когда для нас большой вызов, а в какую структуру встраиваться? Потому что при понятных причинах само по себе, то есть, ни наше отраслевое министерство, ни либо ничто иное, не является самодавляющей, замкнутой большой структурой. Поэтому я к чему хотел подходить? В моем понимании, без включения в какую-то большую структуру, а на сегодняшний момент, с учетом того, что отсутствует по определению плановая экономика и так далее и то возможность включения в эту структуру, это только передача этих активов большому бизнесу. Вот я к этому говорю, да, это возможно в некотором смысле режет слух и так далее и тому подобное, но по-иному не видно, каким образом сегодня можно встроить эти активы в какой-то большой хозяйственный комплекс России, либо же мирового рынка. То есть, это в любом случае самостоятельно существовать практически не может. Евгений, можно наводящий вопрос? То есть, в принципе-то наши активы и принадлежали, я так понимаю, отчасти большому бизнесу, да, те, которые... Это да, это элемент, это был элемент формирования структуры. А, то есть, ты считаешь, что изначально формировался таким образом, потому что это было проще, да? Знаете, то есть, я еще раз говорю, то есть, спустя определенный период времени уже не будут заметны фамилии, не будут заметны конкретно мелкие действия, да, будет заметно вот нечто такое большое, что видно издалека, а нечто большое видно издалека, это непосредственно весь комплекс и непосредственно его живучесть. Так вот, в этом смысле, я еще раз говорю, я не семь пядей во лбу, я просто говорю о том, вот как я думаю. Если кто-то думает по-другому, вот главное, чтобы он озвучил эту позицию, потому что, ну, знаете, нерешение вопроса это самое худшее. Из того, что можно себе предположить. То есть, да, действительно, в результате блокады мы имеем действительно плачевную ситуацию, да, то есть, многие шахты переводятся в реструктуризацию, задолженности по зарплате тоже очень большие, и какой выход из этого? Честно говоря, я не понимаю, неужели надо создать какой-то аналог Ахметова еще? Нет, ну, смотри, ты сейчас как бы говоришь, что провокационные вещи, то есть, дело не в Ахметове. Дело, я еще раз хочу говорить о том, что необходима структура. Да нет, слушайте, да на самом деле, на самом деле, масса есть компаний, гонодобывающих, масса компаний, которые заинтересованы в энергетике, являются интересантами, да, то есть, поверьте, Ахметов, на нем клин клином, свет клином не сошелся. Я говорю о структуре, ну, поймите, очень важно, то есть, потому что за вот какими-то манипулятивными и политическими моментами, да, мы забываем о самом главном, люди не имеют элементарных, элементарных, базовых, возможностей удовлетворить свои потребности, а это действительно, это тысячи людей, это шахтеры. Я сам шахтер, поэтому мне очень тяжело об этом говорить. И в этом смысле, то есть, я еще раз говорю, то есть, ориентируясь на них, нужно решать этот вопрос. Ориентируясь на них, решать вопрос, это возможность дальше развиваться. И какой вариант? И что ты хочешь сказать, что, допустим, если мы, ну, какой-то там украинской корпорации или еще что-то дадим сюда дорогу, это не подорвет основу вообще нашего существования как государства? Ну, смотри, тут еще такой момент. Украинская сюда компания априори не зайдет, так как она автоматически будет считаться пособником терроризма и соответственные выводы там власть будет делать. Поэтому я не говорю, что это украинская компания, но когда ты говоришь о том, что это подрыв национальной там, республиканской безопасности и так далее, и подобное, здесь две чаши весов. А вторая чаша весов, это обездоленные, молодые, работоспособные наши граждане. Понимаете, я пережил этот момент, будучи сам жителем Снежного. Я помню, как нас государство кинуло в 90-х, Украина нас кинуло, да, и соответственно, то есть кто-то спасался тем, что еще были алюминиевые плафоны на столбах и трансформаторы возле каких-то ферм, да, а кто-то выезжал за пределы Украины на заработки, кто там в Россию и так далее и подобное. Я сам один из тех, который там бывал и в будках жил и так далее и подобное. То есть я знаю, о чем я говорю. То есть пережить вторую волну, это означает дальше потерять, а, трудоспособное население, б, получить людей, людей, которые будут воспринимать государство, как тех, которых кинули. То есть их кинули, и они так воспринимали Украину. Вот чтобы не повторить это, необходимы, как я еще раз говорю, не сам не сам пяди во лбу, но меры по восстановлению промышленного потенциала. А большая промышленность, она возможна только в рамках больших каких-то структур. То есть еще раз говорю, то есть это раньше был госплан и отраслевые министерства, да, и в рамках единого народного хозяйственного комплекса. Потом, когда все это рухнуло, то есть дальше структурирование пошло по госкорпорациям, по частным корпорациям, но по корпоративному принципу очень больших, очень больших корпораций. И только они позволяли функционировать вот этому кругу. Потому что это кажется только, что вот выйди на рынок, это можно с цветами на рынок выйти, две секунды, с цветами на рынок выйти и там попытаться их продать. В большой промышленности так это не работает. Мы услышали твою логику, мы услышали твою логику, ты несколько раз повторил, в принципе, эти аргументы. Единственное, вот некоторые соображения есть по поводу украинского бизнеса. У нас была комиссия по Курченко, то есть как бы и украинский бизнес. Ну, Евгений не имеет в виду украинский бизнес вообще насколько. Нет, просто что риски существуют. Я к тому, что риски существуют, и они, практика показывает, что они реальные. А, то есть что они будут с востока заходить, украинские компании? Ну, Курченко, это олигарх чей? Украинский? Украинский. Он зашел? Зашел. С востока. То есть комиссию создавали по нему? Создавали. Проблемы были для республики от него? Были. То есть это вот, кстати, большой бизнес, который тоже взял на себя определенную сферу развития. Следующий момент. ТНК, транснациональные корпорации, это крупный бизнес. В основном они, скажем так, не очень патриотичные, потому что где деньги ваши, там там и сердце. Слушай, критикуешь, предлагай. Я сто раз слышал аргументы. Ну, поймите, что я как-то недавно, не то, чтобы совсем недавно занимаюсь темой. То есть я сто раз слышал аргументы. Предложи план. Понимаете? А российский бизнес интересуется вообще активами на территории республики? На данный момент очень слабо. Вот это буквально крик и боль, да, вот интересуйтесь нашими активами, да. И во многом это связано с несколькими позициями. Ну, опять же, непризнанный статус. Второе, и тоже это, я думаю, важно, недостаточная активность со стороны государственных структур, профильного министерства по поиску людей, компаний заинтересованных. Но тут мы наталкиваемся на второе. Вот то, о чем озвучил Мирослав. Многие боятся большого частного бизнеса, ввиду этого повторения. Это дилемма, и я согласен, что риски велики. Но еще раз говорю, вот нам необходимо как-то определиться. Либо мы говорим о том, что частный инвестор, и запускаем обычные процедуры, или мы говорим, нет, ни в коем случае, тогда нужна альтернатива. Это большой, серьезный, комплексный вопрос. Но об этом нужно говорить. Потому что, понимаете, я вот недавно читал газету Донецкой Республики, в которой перечислены шахты, которые хорошо работают. И все эти шахты знают, да, их несколько штук. И я понимаю, что из газеты в газету мы говорим об одних и тех же шахтах. А их намного больше. Понимаете? И это вызов, который, ну вот... Я согласен абсолютно с Евгением, что это вызов. Наверное, здесь есть несколько моментов. В первую очередь, это акцент внимания государства на этом вызове. Для того, чтобы необходимо найти выход, в том числе варианты, о которых говорил Евгений, и, возможно, другие. Я еще вижу, что необходимо активизировать, скажем так, интеграционные процессы в сторону евразийского пространства. Ну или другой вариант, это расширять территорию республики. Да, и тогда мы встроимся в комплекс, большой промышленный комплекс Новороссии, и, как бы, очень многие вопросы отпадут сами собой. Хорошо, спасибо. Наш следующий вопрос посвящен слушанием Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Вот настолько они снова вспомнили о русской угрозе, что провели даже слушание. И вот что интересно, там был целый ряд примечательных цитат, которые раскрывают принципы американской внешней политики, а также те угрозы, которые они, как бы, видят на Востоке. Вот, конгрессмен от штата Вирджиния Джерри Конноли отметил, что украинцы продолжают вести вооруженную борьбу против российского вторжения в Донбассе. И посоветовал спросить у народа в Балтии, считают ли они, что россияне являются миролюбивым народом. Ну, я вижу в этом явное нагнетание ситуации. Ну, а что видите вы, друзья? Да, тут ничего в виде особо даже не нужно. То есть, американцы, они очень последовательные, очень твердолобы. Но знаете, что на мысль меня наводит? Тут же нужно понимать, что это большие деньги. Есть большой ВПК-комплекс, на котором замучены просто громадные деньги. Если постоянно не нагнетать истерию, то трудно сложно потом объяснить, куда эти деньги девают. Поэтому, ну, человек отрабатывает, я думаю, это большое лобби всех этих товарищей, производящих самолеты и танки. И их говорящие головы просто озвучивают позицию, которая выгодна. Сергей? Тут интересный момент, что вот в этих высказываниях, да, они как бы постоянно балансируют на грань. То ли, вот как этот Конноли спрашивает, а, ну, есть ли угроза со стороны русских, да, то есть об отношении вообще к народу целому, либо там они все-таки больше угрозу как Путина идентифицируют, да. То есть сейчас вот у них как раз идет процесс, мне кажется, определения. То есть кто будет их основным противником на ближайшее время, русский народ или русская власть. В зависимости от того, единство мы проявим или нет. Да, кстати, то есть если проявим единство, Путин это Россия, соответственно, тогда они поймут, что их план по раскалыванию общества и какой-нибудь очередной оранжевой революции и т.д. и т.п. он провалится, тогда как бы у них не будет, хотя и вот такое мнение, то есть они настолько обкатали свои оранжевые революции, что многие вещи они делают уже просто на автомате. Знаете, что я вам скажу? Для того, что русский народ останется в любом случае по перекрестии их прицела, потому что эта проблема называется русофобия, проблема их политики, проблема их восприятия русского народа. Кстати, есть отдельная интересная работа Олега Неменского на эту тему. Я думаю, мы обсудим ее в следующей программе. Ну, хотел бы дальше вернуться к выступающим докладчикам. Интересненькому. Интересненькому. Да, помните, мы обсуждали Калифорнийскую республику? Да, да. Так вот, собственно говоря, представитель Калифорнии Эд Ройс, вот что он отметил. США приходится иметь дело не с интересами российского народа, но с интересами Владимира Путина. И он упрекает Путина в том, что он не заинтересован в сотрудничестве США. И среди вызовов внешней политики США конгрессмен отметил действия России по отношению к Ирану и Сирии. То есть, якобы эти действия подрывают международные позиции США. Слушайте, это ученик Хрущева. Вот там он говорил о том, что во всем виноват Сталин, и все на него списали, эта тенденция пошла. И вот этот верный ученик Хрущева сегодня также пытается показать, что есть такой страшный тиран и так далее и так далее и так далее. А якобы все население теперь тоже должно воспринимать позицию России. Само российское население должно воспринимать, как вроде бы это там где-то вверху кто-то из можновладцев играется. Ну, это типичный вариант оранжевого сценария и так далее. Ну, кстати, он тут разделяет, да старается как раз русский народ, ты не просто не переживает, а вот Путин плохой, да? Да, одни разделяют, другие уже не разделяют. То есть, ну, и тут у них есть, на самом деле, там и третья точка зрения. Бывший посол в Советском Союзе, к сожалению, не запомнил фамилию его, так он говорит, что да вот, россияне пусть сами разберутся. Да, там Путин наделал ошибок, то есть, они считают, да, но для них, для них не в ту сторону повел, куда бы они хотели. Как Ельцин обещал, да? Да, как Ельцин обещал, да. Но, типа, у нас есть общий враг, там, международный терроризм и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, дискуссия эта у них идет, но я думаю, все-таки идет дискуссия за определение, кто враг. Кстати, Сергей, это вот бывший посол, это господин Джек Мэтлок, 1927-1991 года. Ну, давайте еще одну цитату буквально, и можно уже с этой темой закругляться. Значит, некий старший демократ в комитете, конгрессмен от штата Нью-Йорк Элиот Энгел, он характеризовал Россию современную как уникальный вызов всему миру. И подчеркнул, что Путин играет по своим правилам, и еще вот такой момент. Он не украинец, случайно? Россия, великая страна. А, кстати, да. Ты, ты, извини, что ты перебиваешь, что перебиваю. Он-то на самом деле потомок евреев с западной Украины. А, ну, это все тогда ясно. Ну, конечно, это Путин мировой озлог, кто бы тут сомневался. И Элиот молодец. Смотрите, ну, дальше штампы, дальше те традиционные штампы, которые характерны вообще для западной политики на протяжении столетий. Россия великая страна, но Путин это не Россия. И решить, США не могут решить внутренних проблем России, но могут удержать ее в ее границах. То есть надо сдерживать. Политика сдерживания, да? Политика... Ну, видишь, они еще опять берут на себя, как говорится, что есть определение, что есть проблема, что есть не проблема. То есть то, что они умеют решать, как жить за других, то есть здесь совершенно, мне кажется, не прикрыто. То, что не укладывается в логику западного политика, то, что, скажем так, в логику интересов США, для них это все проблема. То есть если страна заявляет о своем суверенитете, как Россия сейчас при Путине, то это уже есть проблема. И это надо обсуждать в комитете Конгресса США и пытаться понять, ну что же тут русский вызов всему миру, или Путин, или Путин и русский вместе, или как-то их разделить по отдельности. Но это уже частности. На самом деле это политика русофобии, которая века. Это и проявление сейчас конкретно... Истерию они, конечно, нагоняют, вот эти учения знаменитые, там, анаконды, питоны, удавы и так далее и тому подобное. То есть все это ложится в общую канву. И в этом смысле нужно понимать, что никакой дружбы искренней не будет. И только адекватный ответ, и только сила позволит защитить национальные интересы. Ну, я бы тут добавил важный момент, Жень. Недавно вышла статья New York Times. Суть такова. То есть там не конкретно про Россию ни одного слова не было. Но речь шла о том, что наверняка современное замедление экономического роста связано с тем, что давно не было большой войны. И идут пространные обсуждения о том, что все сколько-нибудь значимые прорывы экономические и технические в человечестве и в государствах отдельных случались, когда государство либо готовилось к какой-то отражению угрозы какой-то, да, даже пусть как в холодной войне, ну, не реализовалось, да, до масштабного конфликта, либо когда впоследствии пошел конфликт. В итоге там подводится к выводу, что, конечно, современные условия, оружие поражения и современная как бы ситуация, она все-таки, ну, последствия могут быть несоизмеримо большими, чем полученная экономическая выгода. Но все-таки в общество вбрасывается вот такой смысл, такая дискуссия о том, что... Слушайте, да, на самом деле не надо что-то пугать. От того, что там не будет Польши или Венгрии, мир особо не потеряет. Но в результате такой войны, то есть, приобретет и та, и другая сторона. Поэтому, ну, рано или поздно будет ядерная война, как мне кажется, она будет вестись не на территории ни России, ни Америки. То есть, они будут воевать либо на территории Польши и просто закидывать эту Польшу с обеих сторон, да, либо там с какой-то другой стороны, и ядерная война. И ядерная война, ты оптимист, ты оптимист. Ну, кстати, в отличие от Евгения, или оптимист и алармист, да, ядерная война. В отличие от Евгения, некий канарисмен Дана Рарабахер, который, кстати, критически отнесся к политике администрации Обамы, он попытался смягчить вот эти обсуждения и сказал, что сейчас угрозой является радикальный исламизм, а не, ну, как Советский Союз, как здесь представляли Россию. И он более того подверг критике присутствия американских военных кораблей в Балтийском море, говорит, что именно поэтому над ними пролетают российские истребители, потому что они там присутствуют. То есть, вот какая интересная позиция. Ну, тут же еще такой момент по поводу экономического кризиса. То есть, есть два варианта. Первый, дальше нагнетать истерию и дальше запускать процесс противостояния. Есть другая часть, которая говорит, что на самом деле выходом из кризиса будет сокращение влияния Америки, сокращение военных затрат, сокращение баз, чтобы эти ресурсы перенабрать внутрь, ну, смотря внутренние инвестиции. То есть, там определенная борьба в этом смысле происходит и Трамп как раз вот в этой конве заявлял о том, что необходимо рационально подходить к вопросу распространения собственного влияния, чтобы оно было каким-то образом оправдано, ну, условно говоря, в деньгах. Поэтому и такой вариант. Какой из них победит, ну, во многом, мне кажется, еще будет зависеть от самой России, то есть, насколько она готова показывать свою силу, насколько она вообще готова отставить свои интересы. То есть, там же есть надежда на всевозможных товарищей, которые говорят, встраиваться в систему и так далее и подобное. То есть, если Америка поймет, что можно такими силами выиграть эту борьбу, то она пойдет по этому пути. Если нет, тогда просто нужно будет показывать свою силу, крылатые ракеты и все прочее. И тогда у Америки, ну, просто не будет шапкозакидательских настроений. Тогда она будет понимать, что если война и неизбежна, то и потери будут существенные. Насколько готовы эти товарищи к потерям, ну, это вопрос. Потому что, на самом деле, Америка никогда не участвовала в больших войнах. По-настоящему в больших войнах. Поэтому у нее есть, наверное, еще некоторое недопонимание того, что такое Большая мировая война. Ну, мне кажется, она участвовала только другими средствами. Ну, слушайте. И получала выгоды. Получала выгоды с этого. Да. Ну, понятно, если бы она пережила весну 45-го у себя в Вашингтоне, вот тогда бы, возможно, это подбило у них желание надолго больших войн. Ну, а так, смотрите, вся история человечества – это война. Хорошо. Я думаю, вряд ли какие. Мне кажется, тот критический момент – это будут ли чувствовать себя в безопасности, вот как раз бенефициары вот такой политики и таких заявлений. Да, поэтому намного… Если они не будут себя чувствовать в безопасности, то они будут осторожнее действовать. То есть, если они поймут, смогут они локализовать мировую войну на территории Польши, тогда, конечно, да, они будут на это идти. Ну, я думаю, достаточно обсудили этот вопрос, будем переходить дальше. Единственное, что еще отмечу, высказывание одно из участников этих слушаний – Орона, некого Орона. В общем, что предъявляют Путину, какая основная претензия на то, что он пытается восстановить политические, экономические и геостратические активы, утраченные Советским Союзом в период этого развала. То есть, вот основная угроза. То есть, восстановление суверенитета – это раз. И дальше он уже проводит параллель между Путиным, ну, это уже привычно, в принципе, стало там, Хусейном, Каддафи, Брежнем, Сталиным. В западной риторике это привычно. То есть, практически идет угроза, да, они таятся. Это вспоминается мне, по-моему, что-то в 30-е, в конце 30-х, как раз перед Второй мировой войной, была такая поговорка, да, нам грозит Чемберлен, поразит старый хрен. Я думаю, на этом поставим оптимистическую точку. Короче, все заинтересованы в Веймарской республике, никому не интересно сильное государство. Веймарская Америка должна быть у нас. Ладно, третий вопрос, который посвящен обсуждению статьи члена Зиновьевского клуба «Риа Россия сегодня» Владимира Лепехина, который называется «Россия и право народа Донбасса на самоопределение». Сергей, мы попросим тебя сделать небольшой тезисный доклад по основным темам этой статьи. Я хотел начать с того, кто такой Владимир Лепехин. Сегодня это один из спикеров Зиновьевского клуба, автор книги «Обретение идеологии», которая фактически является смысловым продолжением или последователем книги «Идеология партии будущего» Александра Зиновьева. И регулярно Владимир выступает со статьями в «Россия сегодня», которые посвящены идеологии, геополитике, аналитике и так далее, вообще как бы философии нашей. Тут некоторые тезисы очень интересные, мне кажется, которые были изложены в этой статье «Россия и право народа Донбасса на самоопределение». Он считает, что механистическое выполнение минских соглашений с передачей, ну фактически ДНР и ЛНР в подчинение такому нациствующему Киеву, это было бы фактически капитуляцией Донбасса, которая бы закончилась этническими чистками здесь. Кроме того, капитуляция ДНР и ЛНР сегодня, да, которая фактически означала бы поражение России в развернутой против нее глобальной войне. И аргументы тех, кто говорит, что проиграв битву за Донбасс, Россия не проиграла войну как таковую, он считает несостоятельные. Кроме того, Лепюхин считает, что Донбасс – это война России сегодня. Не в том смысле, что Россия напрямую участвует в военных действиях, а в том смысле, что Россия обеспечивает наш регион гуманитарными грузами, лечит пострадавших, принимает беженцев, переживает практически, ну, все население сопереживает нам, да. И он приходит к выводу такому, что на самом деле Донбасс является единственным легитимным регионом Украины и единственной легитимной частью Украины, фактически хранителем легитимности. И фактически Донбасс должен наделять каким-то особым статусом Киев и другие регионы Украины в процессе пересборки Украины. И в таком смысле, ну, Минские соглашения действительно могли бы дать Украине, ну, иной шанс, можно сказать, на какое-то существование адекватное. Ну, вот так, в общем смысле, я надеюсь, я не переврал основные тезисы. Спасибо, понятно мысль. Ирина, ваши замечания по этому поводу? Да, статья неплохая, но хотел бы сразу сказать, ничего нового она не говорит, то есть во многом все эти вещи проговорены уже, то есть она в некотором роде просто собирает воедино вот эти выводы, тезисы, которые активно муссируются, то есть, ну, тезис о том, что наш глава может стать главой всей Украины, это обсуждалось, это заявлялось, там, на уровне неофициальном, да, и так далее, и подобное. О том, что для России важен сам... Ну, не может, как планируется, а мог бы, ты имеешь в виду, да, это... Да нет, дойдем до Киева, и будет Захарченко главой. Ну, то есть, это же озвучивались тезисы и так далее, и подобное. То есть, это просто статья повторяет то, что уже ранее было озвучено. Поэтому не столько новизна интересна в ней, ну, сколько вот собрания вот этих тезисов, которые активно муссируются. Ну, тут основная мысль, как мне кажется, что ни под каким условием в этом геополитическом противостоянии, которое имеет место по факту, Россия не может оставить Донбасс. То есть, вот эта основная мысль... не собирается, оставляет. Ну, составляет, да, я согласен абсолютно с этим. То есть, это, наверное, предостережение еще какой-то части российских элит, как бы, в очередной раз, которые тут собраны, озвучены факты... Не вздумайте выпить яду, да я и не собирался. Ну, на самом деле, кстати, вот хотел бы по поводу минских соглашений отметить, что чисто механистическое их выполнение, оно, в принципе, как бы, невозможно, потому что тут есть, как минимум, два прочтения, да, со стороны Украины и со стороны ДНР и ЛНР, и они достаточно сильно отличаются друг от друга. Ну, причем, сами формулировки комплекса мер, они достаточно выгодны народным республикам, и это демонстрирует хотя бы тот факт, что Украина не идет по этому комплексу совершенно и саботирует всяческие их выполнения. Сменой, в том числе, спикеров, или как это же названо? Участников переговорных подгрупп. Я бы хотел немножко на другом моменте заострить ваше внимание. Дело в том, что Владимир пишет из Москвы, и, соответственно, все эти проблемы он видит как бы со стороны, и у него есть опасения, да, ну, которых, может быть, у нас здесь на месте, но нет в такой мере, поскольку я больше все время слышу уверенность и желание, ну, как-то сделать какие-то действия для того, чтобы деноцификация произошла, да, Украины и так далее. То есть здесь уверенность в победе, ну, мне кажется, ну, тем или иным способом. Если площадку переговорную рассматривать как продолжение боевых действий мирными средствами, да, то уверенность победе здесь несколько больше. Ну, Владимир представитель экспертного сообщества российского, причем достаточно видный представитель, к которому прислушиваться, мнение которого важно. И хорошо, что на РИА новости это тоже достаточно популярный ресурс, это мнение озвучено. Я думаю, представители российского эстеблишмента, да, если так можно сказать, они воспримут вот именно это мнение. Хорошо, спасибо, друзья. Мы, думаю, обсудили этот вопрос достаточно подробно. Переходим к следующему. Друзья, четвертый вопрос посвящен началу Великой Отечественной войны, в первом нападении на СССР и на Советский Союз, и у нас почетный гость, ветеран Великой Отечественной войны, сейчас вы увидите. Уважаемые телезрители, как мы вам и обещали, у нас в студии специальный почетный гость, это Владимир Константинович Шелудько, ветеран Великой Отечественной войны, участник тяжелейших боев в Саднепр, освободитель Киева. После войны Владимир Константинович десятилетия вел патриотическую работу с нашей молодежью. И, кроме того, он и сейчас является постоянным автором газеты «Новороссия» и даже последних номерах нашей газеты, была статья, посвященная братьям, которые встретили первые дни войны. Владимир Константинович, здравствуйте. Добрый день, я рад приветствовать вас в студии, готов рассказать все, что нужно для нашей темы. Владимир Константинович, вот скажите все-таки, мы приближаемся к дате, 75 лет начала Великой Отечественной войны, нападения нацистской Германии на Советский Союз. Скажите, как очевидец, как для вас начиналась война? В своей статье, в газету, я как будто специально чувствовал, что переводится для этого. И поэтому я войну всегда. И когда мы посвящали детей, информацию давали о нашей войне, тем более националистической Украине, там, где на первом плане была Бандеровщина, а наша война даже не признавалась. Вот, так вот, мы там утверждали, что это была настоящая отечественная война. Вот, и я ее подавал из впечатлений двух братьев. Старше моего брата, вот и я, младший брат, мы. Первый брат 21-го года рождения Анатолий, он уже был признан в армию и выполнял свой долг на границе с Польшей в районе Раворусская. Вот. А я находился в Сумской области, в село Коровице, Недрогаевского района, восьмиклассник. Вот два парня украинских, вот, и два представления в начале войны. Для него началась война неожиданно. Правда, мы войну эту ожидали все и готовились. Еще в 37-м году Сталин тогда сказал, что на съезде, что нам 10 лет нужно для того, чтобы мы могли сделать что-то, чтобы оказать сопротивление вот наступающему фашизму. Вот. И, по сути дела, вот старшие братья мои, отец, все было на полувиенном положении. Работали в три смены, все, надо было наверстать. А мы в школах, вот, первым долгом было, патриотизм был исключительный. Значит, была борьба, гордость за значки ГТО, БГТО, потом ГТО, Освоя Хим, Волшировский стрелок, вот, и так далее. Значит, изучение оружия, вот, все, это полностью наше, мы получали знания и себя готовили, чтобы мы могли быть защитниками Отечества. Вот в этом состоянии мы, значит, и находились. Брат сообщает так потом, что они были в выходной день и готовились на увольнение, на прогулку. Вот, и вот в это время сообщается тревога, ну, они поняли, что такое, значит, и бросились, значит, лошади на конной тяге. Он сидел, дивизия имени Котовского, вот, артиллерийское подразделение на конной тяге. Значит, за час они промчались эти километры до заставы, там 30 километров было. В это время на заставе шел в бой, ну, если это назвать боем. Осталась в живых жена и сын начальника заставы и один пограничник. Вот они с пулемета Максима, значит, вели активно, отчаянно отстреливали, чтобы удержать заставу. Владимир Константинович, а что же происходило у вас в селе в первый день войны? А в селе, вот, у нас было настроение праздничное, вернее, воскресное, вот, и, значит, все отдыхали, все, и вдруг мы собирались на рыбалку, а в это время сообщение, вот, что быстро все на центр, на площадь, выгон называется у нас так, вот, там, значит, радиоприемник установлен и будет важное сообщение. Все, весь село побежало туда, и вдруг, значит, в радио, вдруг-то, голос Левитана сообщает, что сегодня в 4 часа утра фашистские войска без предупреждения, вот, вторглись на территорию Советского Союза. Началась Великая Отечная война, вот. Для нас это было как какое-то обрушение. Ну, представьте себе, вот, радость надежды. Мы, конечно, готовились к этой войне, но мы ее как представляли, как песня, и на вражей земле мы врага разобьем малой кровью, могучим ударом. Считается, что она будет, вот, но наши войска, значит, погонят врага и разобьют на ее территории. А о том, что это будет такая страшная трагедия, вот, даже и во сне нам не снилось, вот. Вот, поэтому я так считаю, что как будто какая-то бездна, вот, как будто тьма какая-то нашла на нами, наши советские ребята. Мы все-таки как и ждали войну, но мы были патриотами, мы все делали для того, чтобы быть лучшими, вот, энергичными и всегда быть полезными Родине. Владимир Николаевич, а как же вы справились вот с этим чувством, скажем так, растерянности, что ли, да, которая в первый раз возникла, когда вы узнали, что началась война? Как вы справились? Вот я и хотел сказать, как раз вот это важно, что вот растерянности мы не почувствовали. Не почувствовали растерянности? Абсолютно. Вот то, что мир поменялся, что светлое наше будущее рухнуло куда-то, но что мы нужны, и надо что-то сейчас, что-то делать, вот, наверное, мы и так были воспитаны. То есть сразу активная позиция. Да, что мы люди действия, понимаете, сразу, да. А паника была вот в селе там? Не было никакой. В тот же день, значит, в понедельник мы пошли в школу, еще продолжались занятия, так, вот, с директором в школу создаем отряды боевые дежурные, потому что сразу появились шпионы-диверсанты, вот, уже подожгли там и борща начиналась, некоторые были, поджигали стога, хоронилища хлебное и так далее. Вот, значит, директор сразу создает старший класс, девятый, десятый класс, вот, я помню, мы создали. Значит, у кого что, да. Вот, у кого что, у кого коса, у кого топор, у кого, значит, кухонный нож хороший, вот. У двух была охотничья, значит, двухстволка, вот, у директора была мелкокалиберная, вот. В общем, мы не в панике, а мы сразу сгруппировались и как нужно готовиться к отпору. Владимир Константинович, а вот когда были самые трудные времена, когда вот вера людей, вот, которые были вокруг вас, подвергалась самым большим испытаниям, вот, за всю войну? Самый сложный психологический удар для нас, для советских школьников, вот, был, сложно было это дело сразу переварить. Вот, когда мы увидели, когда немцы вошли, вот, и первый же тут удар, быстро, значит, пленных захватили, хотя наши отступали, тут был специально котел сделан, вот, ромный, значит, такой карман был, и там наших хотели окружить, поэтому неспешно отходили, бой был такой скоротечный в селе, вот, и вот этих военнопленных, потом тут же уже кто-то, доносчики появились, очень много доносчиков, я потом расскажу о предательстве на нашем, лично, нашей семьи, вот, и тут же, вот, мы еще в школу мы побежали, как, и вот туда смотрим, ведут пленных, ведут наших уже, крестьян мы знакомы, смотрим, вот сюда, а там, вот, школы метру, значит, полкилометра, конюшная, колхозная была, и выгон, на том выгоне, подводят туда, лопаты, копают себе ямы, вот, и тут же, значит, ставят и расстреливают, а те, кто живы, те, их закапывают. Это сколько же человек было расстреляно? Ну, подводили группы, им по 3, по 5 человек, вот, вот это, вот это гибель, гибель, сейчас вот он был, это у нас сериалин, ну, допустим, венопленный, этот, значит, не так он ощутим, а вот наш, только мы вчера с ним виделись, вот, и смерть, то есть смерть превратилась вот что-то абсолютно естественная, обыденная, понимаете, вот это у нас в психологии не уписывалось, вот тут мы потерялись, что жизнь кончилась, вот, вот это была паника, вот, но она недолго была, где-то первая неделя, потому что через два дня испытание следующее, на этом, это речка Сулана-Засули, наше там было около 30 домов, а дальше лес, так вот, там появился партизан, одиночка бродил, и с немцами перестрелку, и они, значит, в страшении, вечером нагрянули, связался туда, вот, по всем домам прошли, забрали мужское настояние и старших школьников, вот, 23 человека вывели, вывели, ну, уже вечером было, осень прохладно, вот, то есть весенняя прохлада, вывели, значит, кто трактор, кто одеяло, кто, наверное, накинул на выгон, вот, дрожащих посадили, а все, вот, дети, вот, и матери, значит, на глазах у всех, и с гоготом, значит, начали эту кровавую бойню. Всех 23 человека, всех расстреляли, раненых достреливали, расстреливали, а мы только услышали, это первый раз в жизни, я на всю жизнь запомнил, рев мужчины, это что-то страшное, когда женщина там кричит, все, а когда рев мужчины, такое, это что-то ужасное, и тут пламя, они начали с факелом поджигать, вот, автоматным очередями всех населения отранили, все дома сожгли, вот, всех расстреляли, вот, а и мы только в спалахе это видели, значит, попрятались в квартире, в своем доме, в щелочку, выглядываем, что, чего, что, чего, чего, чего будет, свет кончился. То есть немцы начали сразу с военных преступлений, с карательных акций. Вот, 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 вот это карательные акции. Какой это месяц был, когда захватили они? Это был сентябрь, да, это сентябрь, сентябрь месяц, правильно, поэтому я знаю, что уже холодно было, сентябрь месяц. Вот у нас группа была, значит, 10-12 человек, нас так собиралось, вот, стаж 9-10 класса, вот, знаю, Юля была, Борис 9 класса, вот, Аварбунов. У нас что было? Держаться за нашу жизнь, прошлую. Вот, мы даже собирались вечером потихоньку спеть песню нашу, так мы силы столько набирались, настолько мы в глазах у нас горело, мы счастливы были в том, что мы могли вместе вот так эти вещи дать. Ну, и самое главное, значит, узнавали, связь была, там, Курманы у нас, следующее село, вот, получалось так, что как будто наши самолеты, а мы уже знали угол самолета, что наш самолет прилетел, значит, листовки где-то есть. Вот, вот, на эти село мы наши ребята, значит, послали и объявил, доставали листовки, переписывали, вот, и распространяли по своим уже близким, знакомым, вот. Сигнал о том, что нас будут забирать в Германию или на фронт, мы были старших брали, и мужчин, вот, поступал оттуда, в старостачи работали наши и сообщали нам, вот, мы быстро уходили. И первые месяцы мы практически в селе не были. Мы уходили на хутора, вот, я знаю, на хутор был мой яичко-крепичник, я ему помогал, как подмастеря, вот, я научился печке класть и так далее, вот, вот там мы спасались. Но каждую неделю мы добирались домой по ночам, вот, помни, по скомчу из улицы, переползали, чтобы патрули, полицаи уже патрулировали. Вот, и сообщали матери, мать радовалась, что все живы мы. Вот так мы, значит, полуактивную жизнь такую вели, сейчас спасались, вот, а сейчас мы, значит, еще и пытались что-то, значит, сопротивление и помочь нашим людям, значит, знать правду о нашей родине. Владимир Константинович, а вот в тот момент, когда освободили ваше село, советская, да, советская армия, вы уже, ну, поняли, насколько трудная будет эта война, какие жертвы, это все уже видно будет. Когда призыв пошел советский, как отреагировала советская молодежь, вот, которая была у вас в селе? Вот, когда, кстати, опять в сентябре же месяце и наши пришли в освобождение, вот, последний день мы, чтобы нас не угнали, хватали у всех мужчин и обозы армейские и на фронт, все, чем мы говорили, все у нас туда тащили. Немцы, немцы, да, немцы, поэтому мы, вот, туда далеко мы не успели, потому что везде фронт, везде немцы будет, поэтому здесь уже в селе, вот, мы спасались на Украине этого леса, вот, и там, этот, низкая местность, камыши, вот, и мы там в камышах, вот, но когда немцы начали нас искать с собаками, так мы в камышах уже в воду заходили, вот так, в воде, холодная вода, вот, мы целый, целый день сидели вот так, чтобы собаки до нас не достали, они на этом очереди стреляли очередями, вот, одно даже ранило нашего хлопца, но хорошо, не сильно, вот, и вот в этом положении как раз и подошли наши, были в Недрогаеве, и потом уже слышно, значит, бой завязался на окраине, и рано утром на рассвете слышно, значит, ура, наши русские, ну, это что-то было, это было новое рождение, понимаете, вот, что мы выскочили, вылезли, мокрые, все, вот, и побежали встречать, вот, первое, что мы увидели, звездочки на этом, звездочки, это для нас было, как на самом деле звезда небесная, вот, но они поняли наше состояние, значит, срываются звездочки, ударят нам звездочки красноармейцы, вот, обнимаются, младших бегут на руки, все, вот, это было исключительно, вот, и военкомат нас через, мы на второй день в нашей вот команде, военкомат быстро, что давайте на фронт, сходу сразу, вот, но нам сказали, вы не веститесь, неделька до конеча, значит, все, мы сейчас готовим, все, заберем, 24-25 год, вот, и на Урал, там подготовим солдата, а потом пойдете туда, так и сделали, вот, вот, так вот. Сомнений не было тогда, никаких у вас, ваших друзей, товарищей? Вот тут уже никакого сомнения не было, из наших ребят только один Анатолий Мацак вернулся, вот, жив остался, и все, больше никого. Из ваших одноклассников? Да, старше 8-9 класса, которыми мы вместе были, один Мацак, все, Борька Горбунов погиб, пытался перебраться через фронт, застрелили его, Сашку кто-то выдал, его, значит, как комсомонстр расстреляли, вот. В общем, все, друзья мои, на озере школы, список, вот, и вот там они, в бессмертном полку, которого тогда еще не было. Вот такая картинка. Владимир Константинович, вы сказали, что после подготовки на Урале вы стали участниками боев за Днепр. Нет, это нас хотели подготовить, а в Конотопе приезжает к нам, это через месяц нашего похода, вот, в сентябре, да, в сентябре кончался, а в октябре мы уже были на Льючевском плацдарме. Вот, майор, и сообщает, я представитель фронта, после Курской дуги, без передышки мы пошли, значит, левобережную Украину, все освободили, до Днепра дошли, плацдармы занялись, значит, сейчас людей совершенно мало, надо, значит, кто из вас крепкий, вот, желает помочь фронту, вот, прошу в мой строй. Вот, ну, я знаю, вот села, нас вышло человек 10, вот, я с ними вышел. А так он где-то с полсотни набрал, у него были машины, значит, на машины и туда. И в тот же день вечером, вот, уже около 12 часов ночи, мы по Наполоновому посту, по плоту, значит, через Днепр переправились на Ючевском плацдарме, там еще все горело, вот, шли бои, вот, и вот тут мне обратил батарею, так же, как и Анатолий, тоже артиллерийский наводчик, и я повторил ее судьбу, и деды, и прадед наши тоже были бомбардирами-наводчиками, так что у нас семья бомбардиров получилась, вот, и вот это моя, было, значит, там, начало войны на Ючевском плацдарме, вот. А скажите, пожалуйста, вот в таких тяжелейших условиях, тяжелые бои, это осень, тяжелый физический труд, как удалось сохранять боевой дух, какой был боевой дух, как вообще? Вот боевой дух, я должен сказать, еще села, когда мы пытались идти на фронт, у нас дух был такой, что мы опоздали, сколько уже, какие тяжелейшие сражения были, а тут уже идет наступление, уже дух приподнятый, вот, уже победа впереди, тут уже никто не сомневался, и мы все время уже знаем, все, победа будет за нами точно, вот, поэтому, вот, штурм Берлина, это наступление, то есть на этот, на Киев, 3 ноября, все время, значит, политработники у нас работали, разъясняли, Киев, это город русских, как, мать городов русских, вот, это исторический город, все, никаких, чтобы погоду не стрелять, чтобы исторические памятники остались целые, все, то есть мы были информировать полностью, вот, ну и знали, что прорыв будет на участке всего-навсего 12 километров, чтобы наверняка объявить прорыв, вот, вот, и вот как раз наш корпус 51-й входил в этот прорыв, вот, ну и мы же понимали, что это такое, сколько здесь будет, вот это вот, наша была обхватка обстрела, вот, а вот состояние мое и моих окружающих, вот какое, мы между собой, все, Киев будет наш, мы радовались, а где мы будем в это время, абсолютно даже вопрос этот не возникал, Киев будет наш, наша столица Украины, Советская, будет наша, вот такое состояние было наше. Спасибо, Владимир Константинович, за ваш такой живой, яркий рассказ, вы действительно связали эти поколения, поколения победившей в Великой Отечественной войне и наше нынешнее поколение, и что очень важно, я знаю, что вы поддерживаете наших бойцов армии ДНР, поддерживали ополчение, у вас есть совместные мероприятия с нашими ребятами, вы также ведете активную патриотическую работу и с молодежью, публикуетесь в газетах, мы желаем вам здоровья и успехов на этом пути и патриотического воспитания, и воспитания через нашу газету, через статьи, через публикации. И, конечно, ваш пример вдохновляет многих из наших молодых поколений следовать тем же путем, также любить Родину и быть ее настоящим патриотом. Уважаемые телезрители, я думаю, нам есть много чему поучиться у поколения, которое победило в Великой Отечественной войне и верит в победу и в наше непростое время. Спасибо вам большое, Владимир Константинович. Спасибо вам, что вы нас. Здоровья вам, успехов и, конечно, нам общей победы. Верьте, что мы все время с вами, а вместе мы непобедимы. Два поколения непобедимых никогда, тем более, никто не победит, а эту Бандеровщину мы с ней справимся. Уважаемые телезрители, спасибо, что были с нами, до новых встреч, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok